Китай, Кыргызстан и Узбекистан утвердили шаги по строительству железной дороги в обход России, обязательно в обход России, а зачем? Нужно Россию ослаблять Китай, Китай должен Россию держать на поводке, поэтому у него абсолютно разные отношения к Кыргызии, к Узбекистану и к России. Китай выразил протест в связи с заявлениями G7 о его сдерживании, да, ну семерка, да, то есть Великобритания, Германия, Италия, Канад, Франция, Япония, США заявили, что пора сдерживать Китай и прочее, прочее. Китай очень возмущен, но кроме заявлений ничего и нет. На самом деле Запад только болтает и ничего не делает. И как они Китай сдерживают? Они прекратили там размещать свои заказы? Нет. Может быть свое производство прекратили размещать? Нет. Может быть своих работников туда прекратили давать? Нет. Может быть китайских работников прекратили на своей территории обучать? Нет. Может быть покупать китайские товары прекратили? Нет. А о чем они вообще говорят? Они сдерживают свои заказы? Давайте будем сдерживать. Как помните в том анекдоте про Ваньку и Ваньку, когда она говорит, только начали они любовью заниматься, да, первый раз. Она говорит, Ванька, ты меня побереги. Он въезжает и говорит, поберегись. Вот так и это, бля, поберегись, да, сдерживание артисты. Мишустин прибыл с визитом в Китай. Ну, это ожидаемо. Помните, когда он к нему приходил с Цзиньпин, я сказал, что скоро приедет Мишустин туда. Поклониться, да, императору китайскому. Украинское ПВО сбил на Черное море Су-35. Это было вот на выходных. Нормально, очень хорошо действует противовозвучная оборона Украины. В США не возражают против ударов американским оружием по Крыму, поскольку территория Украины, заявил помощник Байдена по нацбезопасности Салливан. Видите, это вот к вопросу о легионах, о российских, так называемых, с гражданами России, да, то есть по Крыму можно стрелять, потому что это территория Украины, а по российской территории нельзя. А если россияне будут стрелять по российской территории, можно? Ну, тогда можно. Понимаете, как это работает? В Грузии протестующие перекрывали проспект Руставелли. Почему? Потому что приехала дочка Лаврова на свадьбу. И президент Грузии заявил, что свадьба, на которую приехала дочь Лаврова, отменена. То есть все закончилось. Свадьба закончилась. Я думаю, дочь Лаврова проклинает, там, на чем свет стоит. На свадьбу она приехала. И вот меня спрашивают, прикалываются и спрашивают по поводу боеголовки, которая залетела в Польшу. Ну, ракета Ха-55, да, залетела в Польшу. Что и вот глава офиса президента Польши Павел Шрот заявил радиостанции РФМ-ФМ. Что касается боеголовки, то могу сказать, что она найдена и изучается соответствующими учреждениями. Это особенный боеголовок, потому что она сделана из бетона. И все хохочут, что бетонную боеголовку им прислали. И она в 400 километрах от белорусской границы вместе с ракетой упала. И прочее, и прочее. Очень смешно, да? И меня просят прокомментировать, что это такое. Ну, слава богу, что ее нашли поздно. Да, потому что ее, я так понимаю, в декабре месяце запулили. И рассчитывали, что эту ракету найдут сразу. А ее сразу не нашли. Да, поэтому пришлось там рассказывать о размещении в Беларуси ядерного оружия и прочее. То есть, просто закрыли глаза. Может, ее и нашли, но сделали вид, что не нашли. Я не знаю, почему в ракете Х-55 бетон. Кто может объяснить? Кто вот может объяснить, почему в ракете Х-55 головка состояла из бетона? Уран спиздли. Хороший вариант, но не то. Чтобы не разорвало. Пальц начинка. Правильно. Да. Имитатор. Молодец. Молодец. То есть, головка для балансировки. Правильно. Умница. Вот тут. Ракета сбалансирована под определенный вес. Под вес ядерной боеголовки 400 килограмм. Чем можно заменить ядерную боеголовку? Только пластичным материалом. Какой самый пластичный материал и самый дешевый? Конечно, бетон. Во-первых, весит хорошо. Так же, как и боеголовка. То есть, ничего выдумывать не надо. Он дешевый. Он не имеет полостей. Значит, просто в центровке. Полностью имитирует ядерный заряд. То есть, от этого оружие не становится менее точным. Так что, для чего проводилась стрельба? Чтобы напугать. В 400 километрах лежит ракета, которая носит на себе ядерное оружие. Это ядерная ракета. Просто ядерную боеголовку заменили бетоном. И все. Они делают вид, что они не поняли. Они поняли. Что это такое? Да это такое послание. Видите? А сейчас прилетит туда, к вам. Я же говорю, что Польша – это принципиальная цель для Путина. Он ненавидит поляков. Он ненавидит Польшу. Поэтому Польша для него принципиальная цель. Если он будет наносить ядерные удары по Украине, то он обязательно нанесет по Польше. Ну, я думаю, что он нанесет по США, Великобритании, Польше и Украине. Вот это четыре страны, которые железно Путин не обойдет своим вниманием. А может ли Китай кричать о нападении на Тайвань? На самом деле, стыки направлены на РФ. Так оно и есть. Вводит все в загустение, готовит свои войска, отводит глаза, так сказать. Конечно, ну, это стратегемы, я же говорю. То есть, шухарить на востоке, а напасть на западе. Она так и называется. Поднять шум на востоке, а напасть на западе. Это именно Китай этим и занимается. И мы уже об этом говорили. Субтитры создавал DimaTorzok